привет друзья приехал навестить маму вышел на балкон и вспомнил как здесь лет этак 50 тому назад развлекался тем что бросал прохожих пластиковые пакеты с водой и куриные яйца вот такие были правила жизни увидимся в студии вот что говорит наш следующий эксперт я занимаюсь историей архитектуры и мне любопытно изучать чистую творческую волю которая возникает когда архитектор не находится в ситуации жестких ограничений со стороны заказчика а может создавать что-то совершенно фантазийное здравствуйте вы узнали наверное автора этого текста а и так города утопии 2 серия да в прошлый раз мы с вами говорили о тех идеальных городах которые люди придумывали с древности до сегодня до начала 20 века до конца 19 и остановились на городах садах и мы оставили с вами разговор о 20 веке на отдельную передачу почему потому что 20 век конечно полнится такими проектами вот я как раз хочу от городов-садов перейти к такой следующий этап на идее у нас на картинке скорее завод а не город цементный завод да скорее металлургические металлургические вот эти да на самом деле на заднем плане здесь город и это проект французского архитектора тони ганье который он создал еще в 1904 году самом начале 20 века он называется индустриальный город или промышленный город почему нас это важно потому что именно гарни и первый вводит это понятие напомню что еще в конце 19 века и в общем-то и в начале 20 большинство градостроителей мечтает скорее о городах-садах где промышленности не видать сплошные зеленые участки коттеджи от они гарни как бы говорит нам что ребята давайте взглянем правде в глаза все-таки наступает промышленный век и поэтому мы в городах должны проектировать огромные промышленные зоны и должны понимать как они соотносятся с жильем тони гарни собственно производит то что называется функциональное зонирование почему мы видим только заводы не видим вокруг них жилья даже ли отнесено все в сторону таким образом есть отдельно промышленная зона есть жилая зона есть общественная зона с театрами парками и так далее кстати обращаю внимание что жилые дома для рабочих он все равно проектирует абсолютно в духе города сада то есть у него такие небольшие коттеджи то есть мы глядя на предыдущий рисунок то не гарни думали что может быть жилой район не будет представлять собой такие панели какие-то небоскребы нет при этом жилой район его совершенно постаральный если бы эту картину показал в отрыве от первой можно было подумать что это просто очередной такой декадентский что ли да проект конца 19 века проект города сада но и еще одну хочу показать идею еще один проект который относится даже скорее к концу 19 века но предвосхищает идеи века двадцатого это проект который был придуман известным бизнесменом кингом кэмпом джилетом он всем хорошо известен как изобретатель безопасной бритвы и создатель бренда в честь своей фамилии но мало кто знает что джилет еще и занимался утопическим проектированием писал целую книгу которая называется метрополис и там он описывает как он представляет себе город будущего по его мнению вся америка должна собраться в один гигантский столичный город и в этом городе люди должны жить вот таких вот странных небоскреба как здесь на переднем плане которые по сути составлены из там какого-то количества не помню если по кругу посмотреть 40 этажных башен объединенных в кольцо вокруг внутреннего двора атриума и при всей утопичности этого проекта какой-то такой может быть карикатурности даже до странности мы можем заметить что эта вот идея индустриального домостроения что все дома одинаковые она на него уже тоже тут появляется дальше смотреть это же бесконечная череда именно таких не побоюсь сказать слова монстров это очень на то время и предыдущие то что вы показали первый индустриальный когда люди еще не устали от того чего стали мы это сейчас кажется хочется спрятаться и под дерево под лопушок а это представлялось чем-то вожделено очень бравурно не воспринимали до радостно воспринимали все эти перспективы индустриализации в том числе индустриального домостроения да не вот еще раз обращаю внимание ваше на то что 1896 год это все как-то сосуществует в конце 19 века но проявляется уже в двадцатом подлинными мечтателями утопистами и людьми влюбленными в индустриальный город стали конечно итальянские футуристы это например рисунок архитектор антонио сантеля 1914 год это самое начало или даже еще чуть-чуть до начала первой мировой войны и вот он создает такие вот проекты тоже городов будущего называется читанова новый город мы видим какой какой такой образ скорее фабричный на первый взгляд это даже не дом какие-то трубы может быть заводские какие-то эстакады по которым должны ездить поезда это хоть нарисовано изящно в общем макинтошем таким чуть-чуть чувствуете стилистика модерновая абсолютно при этом да да но при этом сама идея что люди должны жить в небоскребах и повсюду должны сновать поезда метро эскалаторы лифтовые шахты об этом сантеля в том числе пишет своим мы своем манифесте футуристической архитектуры вот она футуристам первым наверное систематически приходит в голову да ну кстати наши русские не случайно я вспомнил русских футуристов именно поэтов потому что наши поэты первыми стали мечтать о городах будущего я показываю вам рисунок велимира хлебникова 1915 год еще до революции он пишет трактат который называется мы и дома и в этом трактате он предлагает такую идею строить в городах металлические каркасы а жилье создавать виде стеклянных ячеек который будет вставляться встраиваться в эти каркасы и таким образом если вы хотите переехать другой город то кран вынимает вашу ячейку ставит со всеми пожитками вместе со своей квартирой переезжайте в другой город то есть вот он стал пионером идеи мобильного жилья которым сегодня тоже много говорят еще в 1915 году и конечно вот про русский авангард конечно лазарь лисицкий с его горизонтальными небоскребами тоже стремился поднять здание от земли вообще-то тут идея взлета до оторванности от земли устремленности в небо на одна из основных для авангарда довольно тоже такой растиражированный проект георгия крутикова летающий город двадцать восьмого года где он достаточно детально прорабатывает проекты летающей архитектуры это же был его дипломный проект у него вполне приняли его то есть вот представьте себе что вы на защите диплома представлять вы архитектор тем не менее защите диплома представляете проект летающего города вам спокойно ставят пятерку отправлять летающие да санитаров не вызывают а просто относятся к этому серьезно да 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 относится к этому совершенно серьезно да но напоследок хочу сказать что все-таки не только такие технократические были проекты например немецкие экспрессионисты мечтали скорее о таком величественном каком-то да вовсе не типовом а наоборот очень торжественном городе вот это проект 1919 года бруно таута немецкого архитектора называется корона города штат скрон и мы видим что город он тут не совсем понятно он проектирует город в виде правильного круга в которой как к линии с двух сторон врезаны парковой зоны а в центре величественное виде пирамиды такой немножко мезоамериканской до ацтекской пирамиды здания администрации ну и конечно отсюда уже недалеко до таких проектов предназначенных к воплощению в 30-е годы например проекту города германия столицы объединенной германии по мысли гитлера да значит с его прямыми проспектами огромными и огромным куполом который должен был стать самым большим в мире это альберт шпейр архитектор гитлера такой главный да ну и в этом же ключе конечно сделан и сталинский генеральный план москвы 35 года владимира семенова и сергея чернышова то есть не только все-таки были мечты о летающих городах или о типовом жилье вполне в 30-е годы как один из сценариев и даже как как мы видим ска и такой наиболее вероятный сценарий рассматривалась скорее идея очень консервативного статичного и иерархически выстроенного города как идеальный город как полет художественной мысли бесценна абсолютно понятно что мы не вместились вот это совершенно очевидно дошли до только до второй мировой поэтому скорее всего мы все-таки продолжим с удовольствием раз спасибо вам большое спасибо айот люди склонны выстраивать педесталы почета и на них располагать авторов так им проще потому что тогда не обязательно иметь собственное мнение пушкин толстой достоевский веласкис рембрандт энгар моцарт бетховен и тут стоп ляля здравствуйте кто ваш сегодняшний герой мой сегодняшний герой композитор который наверное самая крупная фигура в музыкальном мире венгрии второй половины двадцатого века да и вообще во всем европейском музыкальном мире после войны и композитор музыка которого знакома гораздо большему количеству слушателей чем те что догадываются об этом потому что ему повезло в какой-то момент оказаться частью саундтрека к очень известным фильмом и вышло так что музыку лигете знают больше людей чем знают его фамилию когда мы говорим венгерская музыка ну вот что вы себе представляете когда мы говорим музыка венгрии чардаш конечно что же мы можем представить примитивно давайте послушаем чтобы ощутить громадную дистанцию между чардашем и тем что является собой лигете герой Что, как ваши впечатления? Я вдруг подумал, что если Чарльдер сыграть очень медленно, то, может быть, что-то... Вот, совершенно верно. Да? Да. А эта музыка представляет собой как бы музыкальный процесс, где не протекает время. Я думаю, что если практически любую композицию сыграть и замедлить ее в какие-то десятки и сотни раз, у нас получится вот это совершенно статичное, как бы превращенное не в процесс. Мы привыкли к тому, что музыка, она нарративна, она процессуальна, она рассказывает какую-то историю. Не в процесс, а в объект превращенная музыкальная конструкция, внутри которой происходят какие-то изменения, но они так незначительные и медленные, что почти не считываются нами как повествования. И мы как бы погружаемся вот в этот непрерывно расширяющийся, сжимающийся какой-то внутренней жизнью живущий звуковой кокон, за которым мы совершенно завороженные наблюдаем. Ну, я бы предположил, что это плохонькое, я имею в виду, качественное по звуку исполнение. Если бы это было живым или на серьезной звукопроигрывающей системе, это было бы, конечно, колоссальное впечатление. Да, эта штука производит очень мощное, очень мощное впечатление, особенно вкупе с видеорядом. Вот мы, конечно, понимаем, что это что-то неземное, что-то паранормальное, что-то какой-то чужой. И так же подумал Стэнли Кубрик, когда услышал музыку Лигити, тогда эта музыка была очень новой. Кстати, как вам кажется, вот она производит впечатление современной или классической? Ну, наверное, раз она на меня действует, и сразу, ну, наверное, современная. Это удивительное свойство. Этой музыке 60 лет. Стэнли Кубрик в культовом своем фильме «Космический Одиссей 2001» задействовал музыку Дьорди Лигити, в результате чего это сложное имя венгерское, и эту очень сложную музыку узнали люди во всем мире. Ну, и потом все культовые значимые ленты Кубрика были связаны с Лигити. Это и «Сияние», знаменитый хоррор-триллер, где герой Джека Николсона погружается в плену безумия. Это тоже, да, Лигити? Да, и вот ощущение кошмара и какого-то совершенно присутствия чего-то неземного, неантропного, нечеловеческого, некого сверхчеловеческого ужаса, который застилает душу человека, во многом связано именно с этим. Но Лигити не всегда был вот таким, как мы видим его здесь, да, вот эти статичные коконы звучания. Это не все, что он может. Давайте мы посмотрим кусочек из его оперы 77-го года со страшным названием «Великий мертвеарх». Это вступление к ней. Обратите внимание, на чем оно исполняется. Понятно, да, что это автоклаксоны? Нет, да, я сегодня просто стоял в пробке, просто большой, поэтому у меня эта игра на клаксонах, она близка. Да, вот обратите внимание, такое фарсовое начало и очень смешное начало у оперы, которая называется «Ле Гран Макабр», то есть «Великий макабр». И опера рассказывает о помешанном на смерти тоталитарном диктаторе, каких и 20-й век. И сам Лигити знал немало. Лигити на самом деле человек очень трагической судьбы, потому что он венгерский еврей, и вся его семья, за исключением мамы, погибла в концентрационных лагерях во время войны. Потом, когда установился коммунистический режим в Венгрии, он в обстоятельствах, которые больше напоминают авантюрный роман, бежал из своей родной страны несколько дней, скрываясь в почтовом вагоне, под мешками с письмами и так далее. В Австрии, да, по-моему, они уже с женой, да, эмигрируют? Да, да, да. Бывает, когда человек много испытал, он выплескивает в каких-то таких действительно буфонадах и в гротежке. И находит себе силы над этим смеяться. Вот вообще любовь Лигити к абсурду и к веселью и к жизнелюбию поразительна в купе с трагизмом его биографии, особенно ранней. Ну и последнюю я хотела вам маленький кусочек показать. Это уже работа 80-х годов. Вот здесь еще один виток творческих интересов Лигити, то есть не только атмосфера звукового хоррора, не только трагифарсовая сторона его дарования, но и интерес к двум вещам. Это традиционные сообщества и их музыка. Это коренное население Африки, вот центрального ее района, который не тронут городской цивилизацией. Это Меланезия, это Китай, это Корея. И очень сложные, совершенно несоответствующие европейским нормам ритмические процессы, которые протекают в этой музыке. И вот он конструирует в работе, которую мы сейчас с вами послушаем, безумно замысловатые ритмические процессы, которые с одной стороны подключаются к какому-то доцивилизационному ритуальному миру, а с другой стороны действительно как ритмический фрактал такой образуется. Вот послушайте. КОНЕЦ 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 Красота невероятная. Спасибо большое. Вот все-таки не зря я так поставил Моцарта с Бетховеном, а потом выбирайте себе кого угодно, на эту же ступень причем. Это ведь такое, ну, индивидуальное внутреннее дело. Кто для вас дорог? Нету первых, вторых, третьих в этом деле совсем. Ну, в общем, мне кажется, что компания Моцарт-Бетховен-Лигити... Да? Нормально, подобрали. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, Леонид. Алекс, привет. Привет, Алексей. Мы готовы снова завидовать всему тому, что ты видел, слышал, нюхал, чувствовал. Где? В последний раз. Я прилетел к вам из Стамбула. Я там, наверное, уже раз тридцатый. Я обожаю этот город, но впервые увидел его настолько мистически. Спасибо, потому что впервые. Почему обожаешь? Если можно коротко сказать вообще такое. Там есть вот это сочетание совершенно разных настроений. То есть Стамбул уже все-таки большущий, великий город. Это вот по-своему мегаполис. И вот в этом городе есть, конечно, такие настоящие кварталы, восточная сказка, где довольно радикальный ислам, где девушки ходят вот так, где какие-то мечети, где в кафе ты не встретишь никакого алкоголя, потому что это не принято. Там вот, пожалуйста, мясо хочешь поесть, кебабы, но с айраном. Вот с айраном у нас так принято. А есть кварталы, есть районы совершенно свободные, где играют джаз, где девушки ходят в мини-юбках, где какие-то модные диджеи, где какие-то блюзы играют на улицах. Ребята, и все это в одном городе. То есть прав был герой фильма «Брянтова рука» «Встамбул город контрастный». Абсолютно, абсолютно. И он таким и остался. И вот этот контраст, кстати, очень интересный. Вы же знаете, что это есть европейская часть Стамбула и азиатская. Вот азиатская — это просто разгул и расцвет демократии и свободных нравов. Вот там как раз настоящая веселая жизнь, свободная Стамбула. Европейская сторона, вот там как раз довольно много таких кварталов. Голубая мечеть с этой стороны? Голубая мечеть... Нет, мечеть там везде. Там почти тысяча мечетей. Ну, вот там исторические какие-то кварталы. Айя София и Голубая мечеть — это все Европа. Ну, и вокруг вот такие вот районы, где проходит так легко, но не навязчиво, но проходит такая исламизация. И вот Босфор разделяет вот эти две территории. Но при этом это единый организм. Видите, я вот сейчас шел по Стамбулу, и у меня телефон... включил роуминг, чтобы не беспокоило. И тут звук СМСки, тут звук СМСки. Что ж такое? Неужели я забыл отключить роуминг? Я иду по улице, истекляль. А оказывается, что мой телефон помнит пароли вай-фаев из этих близлежащих кафе. Вот там я пил кофе, зачекнился, там пил чай. И он подключается. Да, а прошел год. Вы неудивительно ли? Я вам привез удивительные кадры. Такое бывает редко. Раз, может быть, в пять лет. Это туман над Босфором. Привет, Алексей, уважаемые зрители телеканала Культура. Мы находимся прямо посереди Босфора. Жутчайший туман. Я такого никогда не видел. Вот справа Европа. Вот так проглядывает, еще есть тумана. Вот там, Азия, она совершенно не видна. У нас на носу сидит матрос, который просто высматривает суденышки, которые идут навстречу. И все друг другу гудят. Вот такая вот аномалия. При этом солнышко. Кромешный туман. Ты, как ежик тот самый, вот плывешь по этому молоку. И это удивительное ощущение. По-настоящему сказочное. А путь держу я действительно в район Каракей, который интересен вот с чем. Давайте посмотрим. В итоге, Алексей, я десантировался со своего кораблика в районе под названием Каракей. Это то место, первое место, которое видели белые офицеры, великие князья, в общем, российские эмигранты, которые по Черному морю добирались в Константинополь. Они проходили здесь, в порту карантин, а потом, собственно, осваивали здесь. Продавали драгоценности, открывали ресторанчики, строили православные церкви на крышах домов. И это первое, что они видели. Это был их Стамбул. Здесь до сих пор есть какие-то названия, торговая и колониальная лавка, русские тексты какие-то. Вот это улица зонтиков. Все любят здесь фотографироваться. Вот обратите внимание, церковь Святого Пантелеймона, шестой этаж. Это вот те самые русские эмигранты, которые не могли построить церковь, искупали последние этажи и делали там часовни. Там батюшка служит и еще что-то. Но это, как правило, такие небольшие купола над пяти-шестиэтажными домами. И вот последние этажи, которые когда-то выкупали наши эмигранты, или давайте их назвать беженцы. Я еще один фрагмент хочу вам показать. Это Гранд Базар. Гранд Базар — это главный рынок, да? Это главный рынок, да. Я в этот раз ходил по закоулкам Гранд Базара, не по центральным вот таким проспектам, где там кофе можно, или там купить пряности, или еще что-то, а забирался в лавке, скажем так, мастеров. Это маленькие какие-то комнатушки, которым по 200, 300, 400 лет. И вот они там что-то делают, что-то мастерят. И вот к одному такому зашел. Это Мурат Уста, владелец вот этой коммунатенки на Гранд Базаре в Стамбуле. Он сейчас показывает фрагменты из Джеймса Бонда, как Дэниел Крейг и его подруга гоняют по крышам... Келью. Готур келью. Да, да, по крышам, собственно, Гранд Базара в Стамбуле, в котором мы сейчас находимся. И я вам хочу показать вид. Подожди, подожди, куда ты идешь? Ты же еще не посмотрел вид мой этот самый? Подожди, я тебе сейчас покажу. Это для него главное событие. То, что вот здесь снимали Джеймса Бонда, он показывает всем немногочисленным гостям, кто приходит на Гранд Базар. На Гранд Базар, конечно, нужно приходить за едой, за уличной едой. Знакомиться с жизнью. Вот, он говорит, быстрее, смотри, вот-вот, видишь, ты только что видел? И показывает, где... Да, 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 где, 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 вот как это вот-вот-вот-вот. Но как же, какой Джеймс Бонд вот этому века, тысячелетия, Джеймс Бонд, я говорю про старый Константинополь, а это его такая коморочка. Чайник, кофе по-турецки, инструменты. Что-то опять укует молоточком потихонечку. Вот что-то там, да, делает какие-то такие, компьютерик. И вот люди, Стамбул это про людей, про капитана Мустафу. Ты на лодочке высадишься за 600 рублей, и на закате выплываешь на середину бухты Золотой Рог. Главное подгадать, когда будет вечерний намаз, и Муэдзины с двух берегов начнут перекликиваться своими песнями. И вот этот закат, и вот капитан Мустафа, который тебе показывает трех своих дочек, двух уже выдал замуж, еще одну нужно выдать. Вот. И дельфины, дельфины, босфорские дельпины вдруг выпрыгивают. Вот это многоголосие, господи, какое же это счастье. Я люблю вот Стамбул, Стамбул за людей. Вот такая вот какая-то история. Когда ты мимо проходишь, ты просто этого не замечаешь, но когда вот чуть-чуть останавливаешься, чуть-чуть меняешь фокус, оптику, ты видишь немножко другой Стамбул. Какой-то такой Стамбул для своих. И много рейсов сейчас летает, как я уже говорил. Мне кажется, Стамбул можно и нужно открывать. Я был однажды, я точно недораспробовал, и очень верно ты говоришь, что нужно остановиться, нужно чуть внимательнее всматриваться во все, что вокруг происходит. Наверное, Стамбул — это из всех городов, которые кто-то принимает полностью, как ты, и в абсолютном восторге, а кто-то, может быть, и не принимает. Такое ящик с Венецией бывает у некоторых. Что-то тут плохо пахнет, из каналов. Фу, и штукатурука осыпалась. А кто-то заболевает на всю жизнь. Вот, поэтому потрясающе. А, Алекс, спасибо большое. Спасибо большое. Обзавидовались, конечно, ну что поделать. Спасибо. Постараемся держать это в белой зоне нашей завистии. Спасибо тебе. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова